Всем привет, друзья! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня тема выпуска «Нужно ли вешать замки на свадьбе?» Готовы? Погнали! До сих пор многие невесты озадачиваются этой темой, да, нужно ли вешать замки на свадьбе, и где это лучше сделать, как это лучше сделать. Поэтому сегодня я решила ответить на этот вопрос и дать несколько рекомендаций. Если вы все-таки решили повесить замок в день регистрации брака и планируете, помимо всего прочего, да, посетить еще места для фотосессии, то обо всех перемещениях, что, в принципе, ждет гостей в день мероприятия, удобно рассказывать на свадебном сайте, который, кстати, может выполнить и функцию приглашения на свадьбу. Причем сделать свадебный сайт можно достаточно легко и просто на свадебном портале Event4Me. Вы заходите на портал, нажимаете вот здесь вот «Свадебные сайты», да, и можете выбрать дизайн свадебного сайта, который вам подойдет. Здесь же вы можете расспросить гостей и рассказать гостям обо всем, что будет происходить в день мероприятия, прописать конкретное расписание, где конкретно что у вас будет происходить, и задать все необходимые вопросы гостям по еде, по напиткам, по размещению, по всем-всем-всем моментикам. Поэтому заходите, делайте себе свадебный сайт приглашения на свадебном портале Event4Me. Тем более сделать это можно бесплатно, очень быстро и легко. Действительно, во многих городах, как вы, в общем-то, и оставляли у меня в комментариях под видео, говорили, да, что действительно во многих городах есть специальные места, где можно повесить замок на свадьбу. В Москве в том числе, конечно же, есть специально отведенные места, чтобы можно было повесить замок. Если говорить про то, чтобы вешать замок на мосту где-нибудь, да, или на каких-то конструкциях, которые не предназначены для того, чтобы вешать туда замки, то так как это портит внешний вид города, да, так как это, ну, выглядит как вандализм, то городские службы, конечно же, срезают эти замки, удаляют эти замки, и по-любому этого замка уже, ну, не останется, да, скорее всего, просто удалят. Поэтому, вот именно по этой причине в городах сделали отдельные специально отведенные места, чтобы можно было приехать и повесить в этом специально отведенном месте свой замок на свадьбе. Но нужно понимать, что даже те замки, которые вешаются в специальном месте, их чаще всего спиливают, и вы, ну, должны это понимать и быть к этому готовым, что, скорее всего, ваш замок тоже спилит, как и все остальные замки. Когда замки спиливают, вот я тоже так же читала комментарии от вас, да, что вы говорите, что я вижу, что там замки из 2006 года висят, из 2008 года висят. Но я могу сказать, что когда замки спиливают, то их спиливают не по датам, да, то есть нет такого, что служба подходит и смотрит, так, это у нас шестой год, надо спилить, а вот это у нас двадцатый год, надо его оставить. Немножко не так. Их спиливают оттуда, где легко можно достать этот замок, поэтому если вы реально хотите, чтобы ваш замок сохранился как можно дольше, да, побыл на том месте, где вы его оставили, то, ну, такая рекомендация, вешать его так, чтобы место было труднодоступное, чтобы нелегко было его достать, да. Если это какое-то дерево, например, да, то повесьте его куда-нибудь повыше или куда-нибудь поглубже. Но вообще я могу сказать, что замки вешать необязательно, и, честно, я считаю, что это немножко нерациональное использование свадебного дня. Время очень ограниченное, а получается, что ребята тратят это время на то, чтобы найти место, подойти к этому месту, повесить этот замок, который всё равно в будущем просто спилят, никуда от этого не деться, да. Если вам действительно хочется что-то сделать такое, да, действительно хочется как-то отметить вот этот вот момент, чтобы сохранилось что-то на долгие года, то я очень рекомендую вам не замок вешать, а посадить дерево, например, да. Посадите дерево, оно вырастет. Вы каждый год будете приходить и наблюдать за тем, как ваше дерево растёт. Дерево можно посадить где угодно. Вы можете посадить его возле дома где-нибудь, да, например, где вы живёте. Можете посадить его где-нибудь там в парке в каком-то или ещё где-то. То есть просто выбрать местечко и периодически приходите наблюдать за тем, как растёт дерево. Так вы лучше сделаете не только для себя, потому что ваше дерево будет расти и радовать глаз ваш, да, но и природа вам тоже скажет спасибо за то, что вы посадили это дерево. Я могу сказать, что я действительно тоже раньше когда-то думала, что замки вешать обязательно, что нужно обязательно в день мероприятия съездить и это сделать. Я решила съездить и записать видео в то место, где 12 лет назад я вместе с моим мужем повесили замок на мостике. Ну, давайте посмотрим, что из этого получилось. Итак, я приехала в город, где 12 лет назад я выходила замуж и доехала до парка, где мы 12 лет назад вешали замочек. Замков здесь, конечно, совсем немного. Давайте посмотрим. Так, 19-й год. Неизвестно, какой год. 17-й, 17-й, 15-й. Вон даже есть 15-й. Но замков немного, как видите. Да, они есть, конечно, но их прям очень немного. 16-й. Так, так, так. 19-й опять же. Виктор Ольга. 16-й. О, смотрите, да уже 11-й есть. Но, видимо, этот не смогли срезать. Судя по всему, потому что такой амбарный замок не изрежешь. У нас свадьба была в 10-м, но нашего замка здесь нет. Вот у нас вот такого плана был замок в свое время. Естественно, свадьба проходит гораздо больше, чем то количество замков, которые здесь висит. И за 12 лет, за 10 лет от этого моста уже здесь вообще не было бы свободного места, потому что все было бы в замках. Поэтому то, что замки срезают, это 100%. Если хочется, чтобы замок сохранился, он должен быть, видимо, вот такой вот супер тяжелый амбарный. Подводя итог, могу сказать, что я бы не рекомендовала вешать замок, ну, в силу того, что я просто не вижу в этом смысла. Если раньше я считала, что да, это надо, это обязательная процедура, где мероприятие, обязательно нужно съесть, повесить замок, то сейчас я абсолютно не вижу никакого в этом смысла. И тут еще надо понимать, что есть еще и обратная сторона медали, как говорится. Если вы вешаете этот замок и связываете это с крепкими отношениями, и если вы действительно вкладываете свою энергию вот в этот замок, а этот замок сломали, спилили, выбросили, то это как понимать, да, то есть это как с куклой Вуду может произойти. Ну хорошо, его сломали, дальше что? Ваши отношения пошли под откос? Вы развелись или что? Вы перестаете жить в ладу и в миру, как говорится? Поэтому лучший все-таки выход из ситуации, как я уже и говорила, вместо замка посадить дерево. Это гораздо надежнее, это гораздо полезнее, и это гораздо приятнее будет для вас и для всех окружающих. Всего хорошего, мои дорогие. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, оно для вас было интересным, полезным. Если это так, то обязательно ставьте пальчики вверх, обязательно проявляйте активность, оставляйте комментарии под этим видео. Может быть, у вас есть своя точка зрения относительно замков, и вы считаете, что их обязательно нужно вешать. И если это так, напишите, мы с вами порассуждаем вместе на эту тему. Все, пока-пока.